И сейчас у нас такой следующий и последний уже наш разговор, о последних стихах книги Клесиаста. Которые ставят точку или восклицательный знак, а может быть вопросительный знак. То есть мы с вами будем читать последние стихи книги Клесиаста или Проповедника. Ну, кстати, прежде чем их прочитаем, хотел бы вас спросить, что вам больше всего запомнилось из этой книги? Много читать, вредно для тела. Так, а еще что? Что все Бог проведет на суд. За всю свою жизнь человек дать отчет, даст отчет. Все суета. Все суета. Где? Под солнцем. Под солнцем. Вот это самая главная мысль вообще, которая через все книги под солнцем. Есть такая притча, что когда Соломон молился Господу о том, чтобы тот дал ему мудрости, и Господь ему дал такое колечко, на кольце было написано, все суета, все пройдет. И когда Соломон решал проблемы, которыми к нему приходил народ, проблемы государственные решал, он крутил это колечко на пальце, я не знаю, на каком у него был одет пальцем это кольцо, но вот он крутил его, думал и читал. А все суета. Все это пройдет. И вот однажды перед ним такая проблема встала, которую он никак не мог решить. Даже той мудрости, которую ему дал Господь, и этой мудрости ему не хватало. И он в сердцах это кольцо снял, бросил на пол, кольцо покатилось, зазвенело, и он смотрит, а внутри еще какая-то надпись есть. Он подошел, нагнулся, поднимает колечко и читает. А внутри колечко написано, и это пройдет. Это тоже суета. Это замечательная притча. Это я просто вспомнил, когда Рая сказал, что все это суета, суета, и это суета. А вот скажите, есть какое-то такое место вообще во всем Писании, во всей Библии, которое для вас оказалось наиболее значимым, вот для вас лично? Есть какой-то, сразу раз так, на вскидку, вот сказать, какое-то место, Наташа? 22-й Псалом. 22-й Псалом, Господь, Павтор мой. Замечательный Псалом. Еще кому-то? Мы еще вообще в Писании имеем? Да, в Писании, вообще во всем Писании. Римлянам 10-13. Что там? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ира Хореса, он 10-13. Ваш послевое искушение. Человеческое. Это для вас важно. Так. 49-й Псалом у меня. А что там? Там смысл, что Богу ничего не нужно, это и так все его, и ты в трудное время призови Бога. Я исправлю тебя, и ты прославишь меня. Это все, что нужно Господь. Так. Никто не проходит, это же не Кимаэль. А на меня, вот это, когда я калекциаст, я читала первый раз вот эти вот стих 11, вот эти вот 9-я, веселись, юноша, вот смысл у меня прям сразу концентрировал, на все за все ответили, ясно. Таня, а вас? Ну, мне, наверное, вот ибо так излюбил Бог мир, что отдался на свой донородной. Золотой стих. Да, золотой. А любви Божией. А его милости к нам. Исайя 10-40. А у вас, Светлана? А у меня, практика, она продолжающаяся временем, она не успокоилась. Всегда есть тот, кто успокоит. Валера, а у вас? Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Потрясающе. А у меня, по-моему, знаете, особенно, не, много стихов от любимых тоже. Особенное место. Обращение Ефиоплянина, я скажу, не могу это выговорить, Евнуха, помните? Вы знаете, столько стихов, там чуть ли не половина главы рассказывает, как это все произошло, как там все это было. То есть это в книге Деяний? Филипп, да. Пятая, по-моему, глава, да? Восьмая глава. Восьмая глава. Восьмая глава книг Деяний. Как Филипп обратил. Что он ему говорил, как это произошло. Слово все описано. И вдруг, знаете, один буквально последний стих. Он так звучит. И Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнах уже его не видел, а Филипп оказался в городе Азот. Знаете, вообще это чудо телепортации. Это чудо. О котором фантасты пишут такие толстые романы фантастические. А с точки зрения Писания, знаете, для меня это было просто откровение. С точки зрения Писания, да, какое-то чудо. Потом он же был здесь, стал там. Вот чудо обращения человека к Богу. Вот чудо, когда человек из тимы в свет приходит, и царство станы перемещается в царство вечности, да, царство небесное. Вот это чудо. Вот для меня, я поняла, что вот то, что под солнцем, это вообще, это не чудеса вовсе. А вот другими категориями надо как-то тучиться носить. У меня почему-то вот это, в голове все время стоит. Вот это чудо. Ну и давайте посмотрим, что Экклесиаст пишет дальше. Девятый и десятый стихи. И что самое удивительное, он начинает писать о себе в третьем лице. «Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. И старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им верно». Вот интересно, Экклесиаст был мудр и учил народ знанию. У одного человека мы услышали, вообще, почему мы учимся. Знаете, для чего мы учимся? Вот как вы думаете, для чего мы учимся? Какие варианты есть? Научить другого. Вот. Чтобы успеть научить. Вот человек тоже так сказал. Чтобы успеть научить другого. Других людей, окружающих нас. Потому что, в принципе, нам-то знания что? Да, конечно, помогут, но самое главное, передать эти знания дальше. И вообще, что такое мудрость? Вот если вот все, что мы здесь взяли в Экклесиасе, вот формула мудрости, она какая? Значит, мудрость равно это знание плюс анализ и плюс умение делать выводы, плюс извлекать уроки из того, что произошло, плюс умение преподать эти уроки окружающим людям. Итак, мудрость равно знание плюс анализ анализ плюс плюс опыт плюс умение делать выводы плюс выводы плюс уроки и плюс умение преподать эти уроки окружающим людям. Плюс может быть передача знаний, да? это вот как бы то, что мы все что говорили. То есть, как экклесиастопист, он испытал, он исследовал, составлял притчи, изыскивал изречения, учил народ и передал это дальше. Вот, и все это у нас получается, как такой формулы мудрости. Но, к сожалению, мы знаем, что какие-то вещи часто выпадают, да, у нас, из нашего поля зрения. Где-то считается, что не нужно приобретать знания. Зачем это надо, если, скажем, в Библии все сказано, да? Последнее-то время нам понадобится только духовное знание. Да. Знание стихов наизусть из Библии. Ну, и в последствии не будет участвовать, если первые убрать знания. Ну, вот... А если знаний нет, остальное смысла не имеет. Опыта не приобретешь, знаний не передашь. Дальше. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, и составитель их от единого пастыря. А сверх, что добавить, сын мой? Того берегись. Составлять много книг – конца не будет. Много читать – утомительно для тела. Вот просто мы взяли так некоторые такие, ну, из истории такие выдержки. Вот был такой знаменитый богослов Тертулиан, может быть, вы слышали, да? Имел великолепное образование, но почему-то он решил, что образование – это вредно для христианинов. И он решил, что всякая наука – это произведение дьявола. И вот как бы умнейший человек, который сам-то имел все, и образование в том числе, исходя из этого всего, сказал, что нет, ничего не нужно. И вот он, в частности, из Писания вот такие вот места все приводил, которые вы сейчас прошли. Но в то же самое время его современником был Климент Александрийский, который вообще говорил, что веры без знаний быть не может. Я знаю, во что я верю. Нет веры без знаний, нет знаний без веры. Гармония веры и знаний – это высшая ступень духовного развития. Вот это его, понимаете. То есть этот спор всегда был. К сожалению, сейчас, вот даже я смотрю, школьная программа, вы знаете, ну, требования настолько снижаются, вот планка в образовании снижается, мне от этого грустно. Говорят, мы это делаем ради здоровья ребенка, мы это делаем ради... Чтобы не перегружать его. Ну, вы знаете, ну, даже однажды мы прочитали такую вещь, что образованным считается человек, вот задумайтесь, который, окончив школу и придя в магазин, может прочитать, что написано на ценнике, сколько это стоит и сложить с тем, что у него есть в кошельке. Больше это или меньше? Поставить. Вот это считается образованным человеком. Это определение образованности, это прочитали мы в газете «Контактная правда», сказал один из наших, будем так говорить, людей, работающих в министерстве. Ну, это ужасно. То есть снизили планку, поэтому мы и говорим, да, конечно. Ну да уж, дальше-то. Да. Поэтому как-то, давайте мы с вами как-то в своей жизни все-таки, ну, повыше планку держать, да, в конце концов, у нас есть тот, на кого мы должны равняться. Ну, кстати, спор-то наш беспредметен, потому что здесь написано. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог призовет на суд. И все тайное, хорошо ли оно худо. Бог заповедовал учиться, значит, надо получать знания. Бог сказал, приобретайте опыт. Значит, это так и должно быть. Бог говорит, что есть преимущество мудрости над глупым. Да. Если мыслим категории под солнцем, можно быть глупым. И вообще в школе не учиться, а начать бизнес там, поторговать нефтью, да, выкопать у себя. И зачем тебе вообще все это надо? Самое главное, чтобы жертвовал много на миссию. Но опять, что это? Понимаете? То есть, все пропускаем через священное писание. И самое главное, вот оно. Вот он, итог всей книги. Бойтесь Бога. Всякое дело будет призвано на суд. Тайное, явно, хорошо ли, худо. Все будет оцениваться. И все сверяем именно с категориями небесного царства. Понимаете? И во-первых, наша жизнь – это дар от Бога, правда? Это уже чудо. Во-вторых, наша жизнь направляется Богом. Это просто замечательно. То есть, мы не брошены на произвол судьбы, так вот, давайте, живите, как получится. А я посмотрю потом на суде на вас, как вы выйдете из этого пламени. Нет. Он нас ведет. Он хозяин каждого случая в нашей жизни. Он Господин. Но важно, чтобы мы об этом помнили. Мы, чтобы об этом помнили. Тут уже наша с вами ответственность. Ну, и в-третьих, нам важно помнить о тех заповедях, которые нам Господь оставил. Помнить о Боге самой юности, юности нашей веры. Может быть, мы пришли к вере и там в 60 кто-то лет, вот те, кто сейчас смотрит. Может, кто-то в 20, может, кто-то в среднем возрасте. С самой юности начинать помнить о Боге, что Он ведет нас по жизни. И не говорить, вся жизнь впереди, или уже поздно что-то менять. Нет. Вот замечательную эту тему сказал митрополит Антоний Сурожский. Когда мы просыпаемся утром, мы как бы восстаем из-за бытия. Можно было бы почти сказать, из небытия. Меня на земле как будто бы не было. И я вступаю в новый день. Каждый день неповторим. Каждый день новый. Он простирается перед нами, как равнина, покрытая снегом. Чистая, незапятнанная, без человеческих следов, без отпечатков наших ног. Если подумать, это совершенно изумительная встреча. Я вступаю в новый день, которого еще никогда не было в истории. И в этот день я могу внести добро или зло. Я могу быть человеком или зверем. Я могу быть достойным себя или недостойным себя. Я могу жить на радость людям или на горе им. Я могу вырасти или наоборот стать меньше, чем был вчера. То есть вот действительно как важно, чтобы мы мыслили вот такими категориями. И важно действительно, вот о чем нам говорит Экклесиас в том числе. Это чтобы мы постоянно помнили, что мы люди. Понимаете? Важно быть человеком. Отвлекаться на чужую боль и мыслить не категориями приземленного, а категориями вечности. Своей ответственности перед вечностью. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог призовет на суд. Тайное, хорошо ли оно, худо ли. И те люди, которых Бог посылает нам в нашей жизни, да? Вот как мы их принимаем? Для нас вопрос. Поготовили мы действительно войти в их жизнь, да? Стать частью их жизни. Не мыслить себя категориями под солнцем, а мыслить себя категориями вечности. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...